Для того, чтобы испытать, что такое настоящий зимний дрифт, необходимо просто сесть в машину, ну хотя бы на пассажирское сидение, и прокатиться по трассе. Разгон, руль резко в стороны, и вот уже машина начинает делать дугу, плавно заходя в поворот. Рядом, повторяя движение, впереди идущей легковушки следует еще один автомобиль. Его задача не обогнать оппонента, он должен не отпустить соперника далеко от себя. По словам самих водителей, именно в этот момент в крови появляется адреналин. Очень приятное ощущение, ну и момент соревновательный, что ли, то есть соперничество. То есть мы же не в одно лицо едем, то есть здесь парные заезды, и еще это добавляет как бы адреналин, интерес. Для зимнего дрифта подходят только заднеприводные автомобили. Основную массу автопарка соревнований составляют давно снятые с производства пятерки, семерки, тройки и копейки. Как рассказал Роман, на данный момент он на своей «Японке», в турнирной таблице лишь второй. На первом месте водитель на старом советском ВАЗе. Зимой скорость меньше, но при этом, если допускаешь ошибку, то скорее всего она единственная, она же последняя для тебя в заезде. В Сарове около трех десятков спортсменов занимаются дрифтом. Каждый из них в этот спортивный клуб пришел из любви к автомобилям. Правда, чтобы стать полноправным участником всем соискателям, пришлось пройти простой и одновременно сложный отбор. Чтобы попасть в клуб, нужно написать заявление и пройти процедуру отобрения среди остальных членов клуба. Такую самозащищающуюся организацию мы выбрали. А еще иметь готовый к гонкам автомобиль и любить этот технический и местами опасный вид спорта. Несмотря на такую систему отбора членов клуба, с каждым соревнованием список участников неуклонно пополняется. А вместе с этим растет и число зрителей на трибунах. Кирилл Васинин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.